Люди делятся на две категории. Тех, кто всем сердцем любит рыбалку, и тех, кто в этом, ну, совершенно ничего не понимают. К их числу отношусь и я. Но сегодня, в День рыболовства, я попробую узнать и понять, что такое рыбалка. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Виктор. Виктор, а можно я попробую? Да, можно попробовать. У меня как раз есть запасное удилище. Для кого-то рыбалка – это просидеть 2-3 часа на корточках в высокой траве и быть покусанным комарами. Но для настоящих знатоков этого вида отдыха существует много хороших мест, которые не только позволяют с комфортом провести время, но и унести с собой несколько килограммов свежей рыбы. Поздравляю, Ваша первая рыба. Перепадок сидит. Спасибо. Так. Всё, это можно не держать. Зачок. Ну, вот я и поймал свою первую рыбу. И, честно вам скажу, мне это начинает нравиться. Рыбак рыбака никогда не бросит. Поэтому, если в рядах умельцев появился новичок, опытные товарищи с радостью помогут и подскажут. Виктор Заиченко – один из них. Считает, что главное в этом деле – желание. А остальному можно научиться. Для того, чтобы поймать рыбу, нужны небольшие навыки. Нужно взять с собой немного прикормки, несколько видов насадки, настроить глубину на удочках. И остаётся только ждать поклёвки. Среди рыбаков нередко проходят соревнования, где устанавливаются личные рекорды. Как сказал Виктор, настоящие фанаты своего дела за 5-6 часов могут выловить около 70 килограмм. Но что важнее в рыбалке? Большой улов или нечто другое? Те рыбаки, которые ловят сетями, так сказать, совершенно другое. Это корабль, это там заводы рядом какие-то должны быть. Это совершенно другое дело. То есть это разная вещь. Рыбалка – это для, ну, как сказать, романтиков. А рыбалка – это работа. А романтиков даже в разгар рабочего дня у водоёма много. Для некоторых это прекрасная возможность расслабиться на свежем воздухе и порадовать семью вкусным и полезным продуктом. Михаил Лысковец проводит время на берегу каждые две недели. И это не только в летнее время, но и зимой. Когда сюда приезжаешь, отдыхаешь действительно душой, телом, от всего отрекаешься. То есть от работы, ну, то есть ты забываешься, я скажу так. И вот даже поймать вот таких вот красавцев – это очень приятно. Потянуть его, попробовать на удочке, как он сопротивляется. Вот, вот это действительно рыбалка, и мне нравится это. И несмотря на то, что рыбалка, в отличие от рыболовства, развлечения, вид отдыха и спорта, после общения с любителями этого досуга можно сделать вывод, что попробовать себя в этом деле должен каждый. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова